Грузия признала массовое уничтожение и изгнание черкесов актом геноцида. Парламент Грузии постановил считать беженцами адыгов, депортированных с исторической родины в период Кавказской войны и после нее. Резолюция по черкесскому геноциду и голосование в законодательном органе в репортаже наших корреспондентов. 95-0 Первое за 150 лет признание. Парламент Грузии после полутора лет изучения вопроса признал массовое уничтожение черкеса в 1864 году геноцидом. Документ на пленарном заседании представил председатель комитета по вопросам диаспоры Кавказа Нукзар Циклаури. Постановление, принятое депутатами, основывается на исследованиях ведущих кавказоведов региона. Признание геноцида является важным фактом и оно связано с восстановлением исторической справедливости. Наша цель – развивать традиционные отношения с народами Северного Кавказа. Это имеет важное значение в плане региональной безопасности. Признание геноцида черкесского народа является решением исторической важности. Большинство поддерживает эту инициативу, потому что это адекватное осмысление истории, истории Кавказа. И адекватная оценка одному из самых больших преступлений, которое было совершено на Кавказе. 90% черкесов было или уничтожено, или выгнано из своих земель. Это была абсолютно осознанная политика царской России. Таким образом, Грузия стала первой страной в мире, признавшей геноцид черкесов. В законодательном органе считают, что подобный шаг со стороны Тбилиси станет демонстрацией новой политики страны, направленной на сближение с северокавказскими народами. Депутаты не исключают, что этот документ станет толчком для международного сообщества. И подобные резолюции будут приняты коллегами из других государств. Нужно прямо смотреть на исторические события, которые происходили на Кавказе. И те боли, которые есть у народов конкретных, на эти боли нужно реагировать. Здесь говорится о царской России, а не о российском народе. Я уверен, что здравомыслящие россияне прекрасно это поймут и оценят адекватно. Резолюция, которую мы приняли, важна и для Грузии, и для всего Кавказа, и для тех, кто должен хорошо помнить и знать свою историю. У нас есть многовековая традиция, что называется кавказская солидарность. И сегодня, что сделал парламент, это выражение этой солидарности. Я думаю, когда есть преступления и несправедливость исторически, они имеют срока давности. Поэтому я думаю, что сегодня парламент принял очень правильные и морально оправданные решения. Признание геноцида парламентом Грузии представители черкесской диаспоры считают историческим событием. Специально к этому дню в Грузию приехали черкесы из разных стран мира. По их словам, Грузия смогла внести огромный вклад в восстановление исторической справедливости. Прошлое не забыто. Сегодня принято справедливое решение. Это очень важно для нас. И я считаю, что это начало справедливости, начало справедливому пути. И в последующем я считаю, что нужно делать все, чтобы остановить военную политику на Северном Кавказе, в том числе и в моей республике. После 1864 года сегодня самый значимый день в истории черкесского народа. Благодаря признанию геноцида черкесского народа представители нашей диаспоры начнут новую жизнь. Впереди нас ждет светлое и многообещающее будущее. Хочу поблагодарить наших друзей в Грузии за этот ответственный шаг. С просьбой признать геноцид черкесского народа представители черкесской диаспоры впервые обратились к грузинским депутатам полтора года назад. Чтобы восстановить факты 150-летней давности, историки, исследователи и ученые собирали и анализировали материалы из разных источников. Принял такое решение, сегодня начинается новая чистая история, когда сделан шаг вперед для восстановления справедливости исторического значения. Я думаю, что это наша нравственная позиция, моральная позиция, также правовая позиция и в конце концов политическая воля, чтобы одним консенсусом принять постановление о черкесском геноциде, который войдет в новейшую историю Грузии. В результате действий царской России около 90% черкесов были убиты или изгнаны со своей исторической родины. Представители черкесской диаспоры уверены, что признание со стороны суверенного государства, которое является членом ООН, выведет черкесский вопрос на качественно новый уровень. Часть парламентской оппозиции сочла преждевременным шагом признание геноцида черкесов со стороны Грузии. Фракция христиан-демократов заявила о необходимости продолжить дискуссию и не стала принимать участие в голосовании. С критикой по поводу резолюции о признании черкесского геноцида выступил и лидер партии Картули-Даси. Картули-Даси считает, что грузинский парламент не должен поступать несправедливо в отношении наших армянских граждан. И мы считаем, что эти два вопроса надо обязательно синхронизировать и рассматривать в одном контексте. А также в этом контексте должны рассматривать геноцид грузинов в Абхазии. Тут очень интересно, как относится черкесская диаспора и признает ли черкесская диаспора геноцид грузинского народа в Абхазии. Очень трудно судить о фактах 150-летней давности. То, что произошло на Кавказе после того, как Россия ступила туда ногой, известно всем. Но квалификация геноцида требует предоставления дополнительных фактов. Мы думаем, что была представлена лишь часть фактов. Этого недостаточно, и поэтому мы не собираемся поддерживать резолюцию. Геноцид состоялся на Северном Кавказе, и жертвами были черкессии. Что касается моего другого подхода, я считаю, что процесс должен возобновиться еще и продолжаться долго, пока мы не решим, что все народы Северного Кавказа подверглись геноциду. Корректор А.Кулакова